Так, Анастасия Палкина, добрый вечер. Как интересно завершить вечер же после семейного очага? Настя, ну смотрите. Все зависит, конечно, от бюджета и зависит от того, что хочется, да, и что позволяет площадка. Даже не столько, что хочется, а что позволяет площадка, потому что далеко не каждая площадка, например, позволяет сделать фейерверк какой-то, сделать какой-то такой вау что-то, да. Если бюджет есть, если есть возможность сделать в конце выступления каких-то артистов, то, конечно, делайте. То есть это может быть помимо фейерверка, если фейерверк возможен, если площадка позволяет, круто делайте. Если фейерверк невозможен, ну или там возможен и можно соединить это с тем же фаер-шоу, там что-то такое, круто делайте. Если это невозможно, то можно делать световое шоу, например, это очень красиво смотрится. Всякие песочные шоу, красиво смотрится. Если бюджета нет совсем, да, вы понимаете, что, ну вы не можете потратить лишний там кусочек бюджета на заказ каких-то артистов, то просто делайте какую-то, вносите какую-то творческую нотку, делайте какое-то красивое открытие интересное. Открытие, закрытие, и открытие, в общем-то, в том числе и закрытие интересное. Что это может быть? Это может быть снятое какое-то видео и самостоятельно смонтировано. Это может быть какая-то благодарность родителям. Это может быть какая-то песня, это может быть какой-то танец, это может быть какие-то подарки интересные гостям. Это может быть творческая там какая-то картина какая-нибудь или рисование какой-нибудь картины. Это может быть, ну все остальное, знаете, все остальное, то, что приходит, ну это может быть там посадка какого-нибудь дерева там и так далее. То есть это может быть то, что-то такое, что не требует каких-то финансовых вложений. Если вы понимаете, что ну вот нет возможности потратиться на что-то, то значит не тратите, значит придумайте что-нибудь интересное.